И теперь я хотела бы попросить Эльзу Зайнулину рассказать про себя. Мы вот пока общались. Эльзу у меня теперь просто ассоциируется, знаете, вот пчелка Майя. Пчелка, которая все время трудится, такая вот трудяга-трудяга, и которая по большому счету не верила, как Золушка, ни в какие чудеса очень долго, а потом эти чудеса стали в жизни происходить. Пожалуйста, Эльза. Добрый день. Меня зовут Эльза. Я золотой медалист Олимпиады, я профессионал по направлению электро- и теплоэнергетика. Я понимаю ваше удивление, все-таки девушка и победитель на такой, ну, не женской специальности. Я сама не верю, но это так. Я из города Стерлитамак. Потрясающе. Я из города Стерлитамак, республики Башкортостан. Мои родители обыкновенные рабочие люди. Мой отец машинист буровой установки, а мама вспомогательный персонал в школе. Мои родители не смогли позволить себе получить высшее образование, но для меня они сделали все возможное. И с самого детства они учили меня, что если ты хочешь быть счастливым человеком, нужным человеком, а я считаю, что только нужный человек может быть счастливым, они говорили, что нужно трудиться, нужно работать. И я трудилась, я работала. И свое первое взрослое решение я приняла 6 лет тому назад, когда решила и поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на направление теплоэнергетика и теплотехника. Учиться у нас сложно. И 6 лет тому назад я считала, что моя база, она хуже, чем у моих одногруппников. Я слабее, я неувереннее. Но все абсолютно изменилось, когда я перешла на второй курс, где я встретила своего научного руководителя Владимира Юрьевича Митякова. Как ребята рассказывали, кто-то был влюблен в рекламу, кто-то был влюблен в нефтегазовое дело, а мы в политехническом университете влюблены в науку. После этого я всерьез заболела наукой. 4 года я занимаюсь экспериментальным исследованием тепломассообмена. Но несмотря на большое количество публикаций, на конференции, я все так же продолжала быть неуверенной в себе девушкой. И когда объявили старт Олимпиады «Я профессионал», я вообще не собиралась регистрироваться. Вы что? Там же будут вундеркинды, там будут дети-гении, которые всю жизнь только и делали, что учили математику и физику. Я всегда думала, что я не такая. Но мой научный руководитель Владимир Юрьевич спросил у меня, ты что, боишься узнать, что ты чего-то не знаешь, что ты слабее? Я подумала, да, действительно, почему я бегу от себя? Почему я боюсь? Пойду и напишу эту Олимпиаду. И вот я бы участвовала в заочном этапе. Меня пригласили на очный. Для меня это уже была победа. Но после очного этапа мне позвонили организаторы и объявили, что Зайнулина, Эльза, так вы у нас золотой медалист Олимпиады, я профессионал по направлению электро- и теплоэнергетика. Я продолжаю произносить это, потому что мне самой до сих пор не верится. Сейчас я являюсь аспирантом и преподавателем Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И теперь у меня на моих лабораторных занятиях уже мой студент подошел ко мне и спросил, «Эльза Рафисовна, а вы не боялись участвовать в Олимпиаде?» Я ответила ему честно. И сейчас я хотела бы сказать эти слова всем студентам, которые только готовятся к участию в этой замечательной Олимпиаде. Ребята, не бойтесь, не бойтесь, дайте себе шанс. И, возможно, ваши труды, они выльются в золотую медаль Олимпиады «Я профессионал». Удачи вам. Эльза Фисовна, если позволите, у меня к вам несколько вопросов. Вопрос номер один. А вы где-то брали уроки публичных выступлений? Потому что вы выступаете как руководитель большого предприятия, и мне сразу хочется вам доклад написать. Как я уже выразилась, со второго курса я занимаюсь научной деятельностью. Научная деятельность предполагает умение показывать свои результаты. Благодарю вас за ответ. Спасибо. Мы очень много говорим о роли государства в развитии науки. На ваш взгляд, вот три основных вещи, которые государство может или должно сделать для молодых специалистов? Три основных вещи. Главное – это внимание к молодым специалистам, к молодым ученым, к ребятам, которые хотят заниматься работой в промышленности. Я считаю, что вообще, когда я была сама студенткой, самое главное – это внимание к молодым специалистам. Обратите на нас внимание. Не бойтесь брать нас на работу. Не бойтесь устраивать нас молодыми преподавателями. Андрей Иванович, спасибо вам большое. Главное – это внимание, я считаю. Сергей Владимирович, прокомментируете? Мне кажется, что Эльза так все это рассказала, что комментировать особо нечего. А вот, знаете, я бы, честно говоря, предложил поаплодировать ее родителям. Они воспитали очень хорошего человека. Спасибо. Спасибо.